Намасте! Представляем очередной комплект павящих чаш. 7 павящих чаш. 4 чаши большие и 3 маленькие. Это кованые чаши, сделанные мастерами Непала. Горячая ручная ковка. Это одни из лучших чаш, которые можно найти в Непале. За этими чашами я специально езжу в Катманду, произвожу их отбор и выбираю только лучшие чаши, которые подходят как для массажных, терапевтических практик, так и для звуковых практик. Здесь представлены чаши различного дизайна, но они подобраны по гармонике. Самая малая чаша, диаметр у нее 25 см. Вот эти чаши можно выполнять любые массажные манипуляции, диагностические, терапевтические. И дальше чаши идут 28 сантиметров, 29 сантиметров. Это тоже 29 сантиметров, нам просто больше диаметре. То есть это серьезный такой комплект для работы как с телом человека, так и со звуком. Чаша звучит очень хорошо, очень глубоко и имеют хорошие вибрационные характеристики, что очень важно для контактных и бесконтактных практик. Все чаши можно одеть на голову. Диаметр позволяет для того, чтобы сделать массаж мозга, сбалансировать левое и правое полушария, значит улучшить ток крови, обменные процессы в головном мозге, что благоприятность способствует как на память, так и на зрение, так и уходят головные боли, улучшается сон. Чаша обладает очень мощным воздействием именно этот комплект. То есть это тот комплект, который используется непосредственно в массажных практиках. Дальше, но этот комплект универсальный также, то есть все чаши можно ставить на тело. То есть чаши свыше уже 31-32 сантиметров на тело не ставятся, потому что вибрации этих чаш уже слишком интенсивные, слишком мощные и она уже, если эта чаша стоит на теле, она будет излишне воздействовать на внутренние структуры тела и не пробуждать, не стимулировать, а наоборот подавлять. Поэтому чаши больше 31 сантиметра, они ставятся в основном рядом с телом. То есть это либо между ногами, либо устоп, либо рядом с педрами. Это в зависимости от тех схем расстановки и от тех массажных задач, которые выполняет массажист, либо терапевт. То есть это отдельная тема. Значит, кто хочет, естественно, научиться этому, пройти обучение, следите за моим расписанием на сайте. Этим летом у меня будет много различных обучающих программ. Это в Крыму, это на Черном море. И если будет желание, то можно будет посетить один из моих семинаров и пройти обучение с выдачей сертификата по массажным терапевтическим практикам. Это виброакустический массаж поющими тибетскими чашами. В данном случае специалисты, которые уже практикуют, либо те, которые хотят заняться этой терапией вибрационной, вибрационно-звуковой. Вот предлагаю этот комплект. Этот комплект один из лучших, как я сказал, и я привожу одни из лучших чаши в России. То есть 90% чаш в России сейчас практически подделки. То есть если вы зайдете в какой-нибудь эзотерический магазин, магазин музыкальный, то есть вы найдете поющие чаши и в 90% случаев это будут чаши сувенирные. То есть чаши сделаны специально как сувенир. Они будут, может быть, выглядеть красиво, но звуковые и вибрационные характеристики у них будут достаточно посредственны. Если вы не разбираетесь в поющих чашах, насколько они хороши для той или иной терапии, для звука, для вибрации, то, естественно, вы будете верить продавцам, он будет расхваливать чаши, что эти суперские чаши. Естественно, продавцу нужно чаши продать. Если у вас есть желание их купить, то он постарается сделать все, чтобы их купить. Значит, как продавцы в Индии, в Непале, так и продавцы здесь, они не очень хорошо разбираются в применении чаш. То есть зачастую они даже не представляют, что этими чашами можно делать терапию. Они не представляют, как эту терапию можно делать. И они, естественно, не являясь музыкантами, не знают, как эти чаши будут звучать во время концертных практик. То есть у них есть товар, который нужно продать, они его расхваливают, естественно, и будут делать все, и говорить то, что нужно для того, чтобы вы их купили. Я практикую с чашами уже больше пяти лет, поэтому я более или менее разобрался. Не скажу, что я уже дошел до дна и знаю все нюансы. Знать все невозможно. Но, по крайней мере, я уже отличаю хорошие чаши от плохих. Я имею представление, значит, какие чаши вибрационные, какие звуковые, какие виды чаш подходят для тех или иных практик. Вот. Ну и предлагаю послушать именно этот комплект. Значит, ну а говорю, что к этому комплекту идет необходимый набор дополнительных аксессуаров. Это три вида стиков деревянных. Эти стики из породы твердого дерева, они не проминаются. Это очень важно, потому что если стик будет из мягкой породы дерева, как у нас делают здесь в России иногда из сосны, например, то этот стик очень быстро выходит из строя. Когда человек начинает ударять по краю чаши, чаша все-таки твердая, вот край достаточно острый, то здесь происходят такие выбоины. И когда еще посчитать стик, там видно такой шероховатый весь. Этим стиком дальше работать нельзя. В принципе, дальше бить можно по чаше, чаша будет звенеть, как-то звучать. Но делать вращение этой чаши делать невозможно, потому что чаша будет звенеть. Поэтому стик должен быть из породы твердого дерева. И обязательно обмотан замшей, для того чтобы он не дребезжал. То есть дребезг во время вращения стиком – это брак. То есть это дискомфортные диссонирующие звуки. Три стика таких, соответственно, малый стик для левовых чаш, средний стик. И можно работать и по большим чашам, в общем-то, он достаточно весистый, мощный. Ну и большой стик для самой большой чаши. Кроме того, идут в комплекте два гонг-стика. Это специальный гонг-стики, который делают только в Непале. Когда я показываю такие стики в Индию, они делают круглые глаза и говорят, а что это такое? Мы такие стики никогда не видели. Хотя продавцы чаши порой давно занимаются продажей чаш, но такие стики для них не доходят. Это специальные вибрационные стики для контактного и бесконтактного массажа. Внутри резиновая головка. Резина. Достаточно плотная. И сверху ткань шерстяная. Такие стики могут быть разного диаметра. Вот малый стик, бывает еще меньше. Это средний стик. Еще больше, бывает еще больше. У меня есть такие стики. В данном случае подходят только вот эти стики. Малый стик для звукотерапии. Либо для массажных практик он подходит. Но для этого размера больше всего подходит именно средний ударный стик. Потому что именно им можно разогнать чашу очень хорошо. И чаша будет вибрировать максимально хорошо, как она это может делать. Это очень важно для выполнения контактных и бесконтактных практик. Когда чаша стоит на теле и вам нужно чашечку завести, чтобы чаша начала вибрировать. Начала массировать ту зону, на которой она стоит. Либо когда вы двигаетесь чашей вдоль тела, стеночка чаши должна отдавать максимальное количество энергии и вибраций, чтобы массировать структуру тела по ходу движения чаши. Поэтому вот эти стики важны для массажных практик. Без них практика будет уже не очень полноценной. Кроме того, идут подставки под чаши, под каждую чашу. Идут подставки для того, чтобы убрать дребезг, если чаша будет стоять на твердой поверхности. Кроме того, в комплекте идут тингша или караталы, для того, чтобы погружать людей в практику и выводить из практики. Очень важная вещь – это самый высокий звук. Это такая отсечка для того, чтобы люди понимали, что, по крайней мере, когда все закончилось, вы звоните в караталы, люди понимают, что нужно возвращаться. И тибетский колокольчик. Это для звукотерапии. Хороший длинный звук. Это не сувенирные колокольчики. Караталы тоже не сувенирные. Здесь много серебра, не белые. И звук у них очень длинный. Кроме того, к этому комплекту я отсылаю видеокурс «Тибетский виброакустический массаж. 5 часов теории и практики», где подробно я рассказываю теорию, происхождение чаш, различные аспекты, связанные с тибетскими чашами. И затем на практике я показываю, демонстрирую последовательно все приемы виброакустического воздействия на тело человека, контактные и бесконтактные, диагностику человека, звукотерапию показываю, музыку в ванну и так далее. После того, как вы просмотрите данный видеокурс, вы сможете достаточно квалифицированно выполнять массажные техники. Естественно, какое-то время вам потребуется на то, чтобы выйти на ваш профессиональный уровень, это при ежедневной практике, например, займет у вас примерно месяц. Если вы будете практиковаться, то придет навык и выполнение ударных техник, вращательных техник, вы почувствуете вибрацию чаши, как она должна вибрировать, почувствуете, как двигаться этой чашей по телу, какие есть нюансы, как переходы делать, если тело такое неровное, где только чаши не едет, например, как ее переставлять и так далее. То есть вы с этим за месяц разберетесь, и через месяц вы сможете достаточно квалифицированно, достаточно профессионально выполнять виброакустический массаж вот этим комплектом. То есть этот комплект самодостаточен, им можно выполнять все виды массажного воздействия на тело человека. И кроме того, он прекрасно звучит. То есть вы можете проводить с ним различные медитации, различные концерты, все, что связано с этим. Так, ну и послушаем все-таки, как он звучит. Играет музыка. 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 Довольно хорошо звучит. То есть этот комплект я собрал, его послушал, и в силу моего тонкого слуха он меня устраивает абсолютно, я бы этим комплектом работал абсолютно. У меня есть свой естественный комплект, которым я уже работаю давно. Предлагаю посмотреть поближе каждую чашу, рассмотреть ее получше. Это очень редкая дорогая чаша. Самые дорогие чаши и редкие чаши, чаши которые выполнены резцом по металлу. Чем больше орнаментов нанесены резцом по металлу, тем чаша дороже. Вот этот рисунок полностью выполнен резцом. Здесь нет травления, нет чеканки. Полностью все нанесено. И самые мелкие детали вырезаны резцом и очень скрупулезно, аккуратно. нет каких-то кривых линий. Все на месте. Вот. Ну и мантра здесь. По краю мантры. Следующая чаша. Бесконечный узел. Резьба, травление, чеканка, выбито. Здесь большие буквы Ом маны под мехом. Здесь Ом маны под мехом по кругу. Знак Ом тибетский. Такая чаша. Следующая чаша. Вот такого дизайна. Это новый дизайн. Истравление, резьба, чеканка. Вот такая вот. Очень красивая. И последняя чаша. Это очень редкие чаши. Это чаши Full Moon. Они их делают только в полную Луну. Вот она вся такая мятая. С отличными вибрационными характеристиками. То есть такие чаши Full Moon отличаются качеством и своими звуковыми характеристиками. Ну и три чаши малые. Это вот коричневая чаша. Знак Ом тибетский. С орнаментом. Глаза Будды. Здесь Ваджра. Ом. Здесь тоже самое знакомо. И Ваджра. Кроме того, вот такие каратавы. Символы счастья, благополучия. И Роблиша. И вот такой тибетский колобочек. Здесь Full Moon знак. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Кстати, эти чаши очень хорошо заводятся. Долго длинная поет Какая вибрация плавающая, бертональная Это показатель того, что чаши очень хорошие, скованные правильно Сувенирная чаша, которая с ним продают У них один тон, если их удастся раскрутить Что порой не удается, даже мне Сувенирная чаша Заводится сразу Практически без усилий Практически без усилий Отличное звучание и вибрация Практически без усилий Ну вот такой комплект имеется в наличии на сегодня Это на 17 марта 2016 года В наличии также есть другие комплекты Естественно ситуация меняется Чаши уходят, приходят Поэтому по наличию нужно узнавать Вы всегда можете заказать любой комплект Начиная от одной чаши, две чаши, три чаши, чаши разного диаметра От 10 сантиметров до 35-40 сантиметров Больше 32-35 сантиметров чаши уже специальные Потому что их используют только в основном стационарно Потому что их переносить достаточно тяжело Потому что это уже большие чаши, тяжелые Но если есть желание оборудовать студию большими чашами То также можно заказать там одну, две, три чаши Сколько необходимо Также я могу их привезти Значит, по этому комплекту Его можно на сегодняшний день заказать Заказать можно на сайте Лебедь-в.ком Либо отправить сообщение Лебедь-в.собака-инбокс.ру Кстати, на сайте есть внизу ссылочка на контакт И можно отправить еще личные сообщения в контакте Ну, если будут какие-то дополнительные вопросы Обращайтесь по поющим чашам По непосредственным выполнению каких-то терапевтических, массажных приемов Если вы уже практикуете Чем смогу, тем помогу Намасте Счастья Счастья